Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я вам на дорожку расскажу кое-что Все знают о том, что человек не просто так родился А это замысел Божий И спрашивают, а вообще для чего Бог этот мир сотворил? Вопрос-то непростой Разно отвечают? Ответ один должен быть для славы своей Все, что есть, все для славы Божией И когда вот начали строить коммунизм, тысячелетний Рей, Гитлер Все для славы Божьей Бог показывает, крах и ничего нету 72 года, 13 лет разницы нет Ну, простые вопросы этот человек может себе задать Если Бог сотворил человека А для чего? Ну, и на эти вопросы можно ответить людям Я сегодня прослушал Как Слово Божие действует на людей Выступает подполковник В форме С медалями В груди 40 лет ему Живет, как все живут И рассказывает свои биографии Что я Вот слышишь его, видишь, он сидит перед тобой И веришь ему Именно так Видно, что они лукавые Жена обратилась Услышала слово Кто-то сказал Пришел Кто? Баптист И где не считаешь Обратился У православных даже этого слова нету Обратилась В семье, конечно, сразу стало заметно У него было в то время двое ребятишек Сейчас пятеро Жена ему говорит Ты хотя бы раз пришел, где я бываю Ну, а я говорю, что Прилетел Иногда в тумане садились Шансов, что останется живым никаких нет Керосин, говорит, кончается Аэродрома не видать Никуда лететь нельзя Крутили, крутили, сели Ничего нет Потому что давайте обмоем это Я понимаю, что он правильно говорит Живые-то остались-то А она говорит ему о том, что молилась Что молилась-то мне Прилетел с полета Выпили Ну и дальше, как все Курю, ругаюсь А жена молится Проходит год-другой Он даже ни с места не избегает Еще придумал 21 век А ты тут Прям наш современник Сегодня он рассказывает о себе А я только смотрю и думаю Ну не православные же И видно, мужчина самостоятельный Ну почему православных-то нигде нет? А молчат? Рядом-то с ним-то Сколько людей православных было Никто ему не открыл Слово Божие Вот где вся сила Божие Это не просто слово А Божие Вот говорят Я просто поясняю, чтобы знали Священное Писание У мусульман тоже Книга есть Священное Писание У буддистов тоже Священное Писание Мы говорим Библия Библия до конца не поясняет Ну понятно Библия означает книги Книги Но третье название Слова Божие Здесь определено Именно от Бога И от Бога Какое Югова называется И никто же не возвестил ему Проходит время А жена молится Она, конечно, и в общине там сказала И однажды он решил сходить Где она у него, жена там пропадает-то Ну вот побыл Я послушал, говорит Хор хорошо поет Слова понятные Но мне это совсем не подходит Я, говорит, повернулся выходить И стал, говорит, уже в дверях И мне кажется, кто-то на меня смотрит Я тоже в это верю Ну куда ты пойдешь сейчас? А в душе, говорит, у меня до того Все это время как-то не так Так любили друг друга Я вижу, что она ко мне еще лучше стала относиться А я полностью охладел И вот как будто один голос говорит Иди ты отсюда А другой как будто его толкают сюда Ну побудьте еще маленько И в это время у них всегда говорят Кто поверил в Господа Иисуса Христа Выходите сюда, покайтесь То есть ты должен выйти Идти среди рядов Выйти там, где у них подиум есть Там аналой у нас И встать на колени и сказать Хоть немножко Ну скажи, Господи, я поверил в тебя Ты умер за меня Еще не может слова сказать Но он слышит, как другие И в это время, говорит, хор поет И люди стали выходить Я думаю, если не сейчас, то никогда То есть я, говорит, не то, что в Бога поверил Но просто жить так мне надоело Ну какая это жизнь? Я прихожу, там и дети меня боятся И все не такое у меня И жену не вижу Потом я увидел, говорит Она на коленке встала, говорит И чтобы я ее не видел И она сделала абсолютно правильно Что он вышел Она не вышла там Вот молодец, Боря мой вышел Она наоборот скрылась там Плащет, уткнулась в землю и все А жена молилась И скорее бы хор закончил петь-то Они поют? У них песнопение Он хочет что-то сказать Кончили петь Даша на себе подробно все Говорит, какие чувства у него были Я просто хотел, чтобы в доме у меня был порядок Его слушать без слез нельзя Солидный такой Видно, что Мужик И не подкаблучник Помолился, у меня, говорит, ничего такого-то и нет Я, как-то люди, какая-то эйфория там Близости, ничего нет Я как, что-то с меня тяжесть какая-то спала Я вот, я верю каждому его слову Ну и далее он ушел Я какой, говорит, был, так я вроде не такой или такой Поверил я или не поверил Он все сомнения свои выкладывает А жена-то молится Обратился, поверил Поверил Теперь ее сестра приезжает Там верующий У нее муж не верующий А что-то с Борькой сделалось Я приехал, я ему стал говорить И его тоже коснулось Откуда прибыль-то? Это слово Божие От проповеди Ну и дальше-то он, конечно, биографию Если я рассказал Представь, летчик Он уже был замкомандира полка Продвигается по службам Подполковник Молодец Она хорошо слушает Ну и он участвовал В каких-то там где-то номинациях Где-то До повышения должности Он во всем участвовал То есть Его уважали Он показал свои тут медали Здесь, здесь Со всех сторон Ну, как не сказать Я, говорит, говорю Мы же, говорит, город на вершине горы Мы даже чем больше буду знать Тем больше светить мы должны И далее уже рассказывают Как к нему пресвитер подошел Священнослужитель, он говорит Уже в церкви-то И стал со мной говорить Раз, другой, третий Прошло три года И теперь меня пресвитером поставили Теперь он едет Уже ему назначают Куда на миссионерство В другие места ездят Кто-то, говорит, обратился Не мое дело, что А я все время смотрю на него Ну, конечно, бритый, в галстуке Ему никто не сказал Он и не знает где-то И никого православных-то рядом нету Что ты не в церкви Сказать-то можно было Для того, чтобы в церкви быть Должен быть епископ Ни слова нигде нету Но он пришел Это благодать Божия или нет? Никто не может назвать Иисуса Господом Как только Духом Святым Дух Святой его побудил Но они дальше-то не идут И где-то все будет-то И где? И кого не посмотришь, обратился Ни православный, ни православный А почему? Вот этот вопрос-то Почему его нельзя не задать? Мы должны знать Бога Молимся Никаких других вопросов нету Мы говорим Ему Открывает нам все Господь А у Бога есть 10 заповедей Все ли знают эти заповеди-то? 10 заповедей 4 Это взаимоотношения мои и Бога Как мне к Богу относиться А 6 Первые 4 люди вообще не знают Раз они неверующие А вот это теперь знают Знают не убей, не укради Два слова, но знают И главное не убей А говорят не убей Даже неверующие Сохранилось так Ну а там дальше-то что? Не лжесвидетельствуй Это не знают Но мы-то должны в первую очередь Посмотреть по порядку идет Бог, Господь, Бог твой И вот на это смотреть Мы-то уже познали Бога Мы эти первые Ну не убей, никто не убил Там дальше говорится Не лжесвидетельствуй В суд никуда не ходят Не прелюбодейся А как прелюбодейся Это когда уже согнулись-то Говорится, проблудила блудня Теперь пришла И не называйте меня А, Анна, зовите меня Нюркой Потому что я вроде такая уж была шикарная Теперь вот Понятно, что не до греха тут Ну а первые Это 4 заповеди Почему у нас не на ходу Не на слуху Чти отца и мать Теперь отца матери нету Понимаете, мы уже Выщеркнуты как бы из этого В ряда А первые Остаются непоколебимые Ну не прелюбодейся Я повторяю где-то И не пожелай двора А что желать-то Кого желать-то Когда живешь в отдельной комнате То есть эти заповеди Как-то нас Уже не Не касаются Но больше 4-е-то остались А те, кто у нас Может одна Осталась где-то там Не лжесвидетельствуй То есть не сплетничай По крайней мере А остальное-то все уже Ну все угасло Прогорело Да-ка первые Это 4 Почему же Не на слуху у нас Я много занимаюсь этим И есть желание Поделиться с вами У меня какое-то Такое чувство Что Все я вижу Отца умершего И брата Все я куда-то еду Ночью Подходит сестра Мне сегодня одна Тут и говорит Как ночью-то Все было нормально Там родная сестра Беспокоится Один раз Как у тебя ночью прошло Нормально Ничего нет Ну сон и сон А на что Да я не могу сказать Прям тревожно Так Чего тревожно Может кто-то подходил Злодей какой Или что Не знаю Ну Все время я еду где-то И вижу именно покойных Я не Ни к чему не прилагая Это Ну просто А то скажут Зажился Говорит лишнее Это Ну это по отношению К Богу-то Когда Господь о себе Говорит И говорит Чтите Субботу День субботний Как мы к нему Относимся Церковь установила Определенное время Почитание Субботы Воскресенья С пятницы вечером Пятница Вчера Начинается суббота И уже земные поклоны Не делать Не считая три поклона А воскресенье В шесть часов вечера В шести Уже начинается В понедельник Уже земные поклоны Церковь выделяет это И эти дни Отмечаются Суббота Воскресенье Разрешается растительное масло Но разрешается В эти дни После службы Там или как Уже есть И вот много Рассуждает о десятине А мы узнали Это нельзя Это Самое главное Люди не берут Главное Этого внимания Десятину Ничего не надо объяснять Она была в Ветхом Завете Правильно В Ветхом Завете Левейную священство Правильно все В Новом Завете Нет левейного священства А Христова Почему ты его ниже левейного ставишь Очень просто И Господь говорит Если ваша праведность Не превысит Праведности Книжников-парисеев Когда десятине решила Он говорит И того не надо было оставлять И делать то Что я сказал Но самое главное Она десятина Не наша Вот это Никто из проповедников Нигде не говорит Я говорю То ли это Умышленные не говорят Меня Обкрадывайте Господь Говорит Не платите десятину Господь бы сказал Что Положено Кормите Священникам Моя Она тебе не принадлежит Она Я приложил А иначе допустим Я у него украл Он говорит Меня ты обкрадываешь Но если у него деньги были Он нес А я украл А деньги то твои Ты не меня обокрал А ее Это ее деньги Она мне сказала Донести до дома А я у нее вытащил Кого я обокрал то Десятина она не наша Десятина она Бог прилагал 90 заработал 10 Бог приложил И говорит Отнести Для Бога Через его служителей А если не отнес Меня обкрадывайте И как тогда Бог участвовал В десятине Мы должны Богу Десятину Бог таким образом Десятую часть Везде берет с человеком И в посту 36 с половиной дней Я говорил об этом Ян Златоуз говорит И здесь точно так же В новом завете Ничего не меняется В нашем труде Всегда участвует Бог Почему вы с ним не делитесь Златоуз говорит То что у нас есть Оно Не силиком наше Работу дал он Землю под нами Дал он Свет дал он Сердце бьется его Ты работал Все от меня Желание дал Я тебе Почему ты Мое-то не отдаешь Ну я говорю У нас Надежда Васильевна знает Племянник жил Она Живут там На улице Какие бабушки Она всегда спешет Пироги Какие-то Ромы Отнеси То есть Ребенок должен Приучаться к этому Бог нас Приучает к жертвенности И чтобы мы научились Это Ну ладно Я могу и не отдать Можешь не отдать Но Вы меня Обкрадывайте Бог говорит Меня Мое Я вам дал Донести Перенести Отдать Только больше Ничего не дают А в новом завете Сколько хочешь То сверх десяти На сколько хочешь Отдавай То Ты отдавай Давид платил Три Отдельно на храм Отдельно на милостыню Я к тому говорю Что Десять Это определенно четко Божье Оно не твое Как это Притом Нет одного Я это не слышал Бог участвует В труде Он тебе дает Он заработал Ну а в кассе Получи мои деньги Говорит И донеси До других Отдай Больше ничего В этом нету И десятина Сметает всякую Торговлю в храме Ни за крещение Ничего не надо брать Вот это То оставили Это убрали Кто это делает Десятину Повелевает Бог А торговлю Бог выкидывает Усыпились в торговле Мамона Вот это Я гляжу Фамилия Мамонов Это не случайно Фамилия Это Это кто-то И прадеды были Такие на деньгах Сидели где-то Тряслось И фамилия Тряслись Такую Бог дает Ну фамилия Чартов Откуда она такая Вот сейчас выступает Сатановский Говорящие Какие фамилии Это Притом очень Известно Все время В интернете Выступает Сатановский Ну а есть фамилия Это Боголюбов Есть Миролюбов Попов Ну есть же Такие фамилии Которые Как бы говорят Кто наши Были предки Если фамилия Твоя На что-то Указывает То ты думай Как Вот какая Твоя фамилия Вот у нас Есть люди Которые могут Сказать А какая У Бога Такая у меня Бог Яковлев Бог Яковлев У Бога Как будто Фамилия Есть Яковлев Ну а у нас Уж кому Бог дал Эту фамилию Туда будем Смотреть Я вот об этом Сказал Как отца Наума Еврея Спрашивают А кто ты По нации Да так же Как мой Господь Не могу Я этого Сказать Ни того Не могу Ни этого Ну а к этим Людям Прилагай Ум свой Кто-то Были Предки Такие Откуда-то Там пришло И вот первые Четыре заповеди Дома Почитайте У нас Сплошное Нарушение Не сделай Изображение Ну там Ясно Что Речь Шла Об идолах Но у нас Неправильное Поклонение Поклонение Первообразу Относится А у нас Прямо Самый образ Чтут Не к первообразу А здесь И святые И все Полагают И украшают И Ну если Божья Матерь Одна Зачем тогда Казанская Их почти 300 разных Названия Чесноховская А наш храм Называется Во имя иконы Владимирской Божьей Матери Она Владимирская Там была Там принесла Иисуса Качала его Владимирская В Казани Казанская А здесь Какая Ну знаете Какая Коробейниковская Значит Коробейникова Она там Родилась И чтут Ее Ну Маленько Глянуть И Сильно Не прилагаться К названиям А просто Пресвятая Дева Мария Спаси нас Молитвами Своими Покроем Оформлю Любви От нещестивых Людей Защити Нас Мы же Православные Но нельзя Уклоняться Любое дело Можно сделать Идол Деньги Это хорошо Лучше Некуда Но оно Делается Идолом Вот и все А я Живу Только для Того Чтобы И начинает Называть Вещи Которые Здесь Для Родины Идол Родина Стала Ты говоришь Я для Мужа Другой Я для Жены Для Детей Идол Всему Своё Место И не Выше Не Выше Почему Бога А Боге Говорится Всем умом А ты Свой ум То Все развиваешь И все Больше Бога Должен любить Потому что Ум Развивается Всей Крепость Крепость Вроде Теряется А внутренно Ты Теперь Ближе Царство Божие Всем Разумением Твоим Всею Душой Всем Сердцем Все Перечисляется Бога Всем А ближнего Как Самого Себя Любовь Да Разная Любовь А как Самого Себя Вот Я Занимался В собаководстве Ну Хочу Первый Только Начинаю Чем Кормить Еще Книжки Не Было Что Сам Ешь Тем Корми Я говорю Через Три Дня Она У меня Сдохнет Еще Она У меня Будет Один Огурец На три Части Делюдок Ну Еще У меня На Ест Люди Думают Они Скажи День Краковскую Колбасу И Масло Со Сметаной Другое Дело Я поехал Когда На Миссию Тут Сейчас Ураган Разными И Рыбами И Сливками Сем Делился Вот Я Немножко Хотел Сказать О Нашем Отношении К Богу К Любви А его Любви К нам Что он За нас Сына Своего Отдал И Все Спрашивает Ма ученики Знали Это Или Не Знали Не Знали Как же Не Знали Они Знали Что Царство Израилево Не Все Или Время Царство Израилево Останавливаешь А что Он Бог Нет 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 И Он Когда Явился Шел В И Упрекал Даже Воскресший Когда Я верил С Да Сыновей А Божий Сколько Сын Божий Это Не Говорит Что Открылась Им Тайна И Сыны Божии Любили Дочерей Человеческих Вообще Все Сыны Божии Израиль Сыны Божии Неоднократно В Писании Говорится Сынами Божьим Называются Верующие Люди И Поэтому Сын Божий Что с Большой Буквы Им Никто Не Показал В В Буквы Опор Миш Значит Ничего Об этом Не Говорил А Когда Дух Святой Придет И Напомнит Тогда Они Все Вспомнили Хотя Они Удивлялись Кто Сей Ему И Буря Подчиняется И Прочее Это Пал Перед Ним Но Не Больше Только Пророк Когда Идет Семь Маус Говорит Иисус Был Пророк Сильный Слов Их Дель Они Пророк Называли И Мы Должны Знать Мы Счастливые Живем Более Поздний Период Когда Столько Откровений И Он Сын Божий Уже По Естеству А не По Человечеству То Есть От Вечности Безначальной Истинный Бог Единого Святой Троицы И Вот Эти Четыре Заповеди Посмотрите Придете Какие Заповеди Чтобы От Бога Умом Никуда Не Ворохнуться И Все Время Вот Как У Евреев Я Слышал Молитва Такая Есть Я Благодарю Тебя Господи Что Ты Меня Не Женщиной Сотворил Молитва Ежедневная Чтобы Понимал Ты Какую Честь Бог Оказал Кто Важнее В жизни Мужчина Или Женщина Мне Сегодня В интернете Затем Мужчина Конечно Но Мужчина Как Как Муж Для Жены Так И Жена Для Мужчина Она Второстепенная Взято От него Деталь Взяли Как Ты Из чего Да Из ребра Изогнута Да В ненужную Сторону Изогнута Как Говорят В Человек Это Одна Только Кость Есть Которая Мозга Не И Ребра Ну Как Угодно Смеются Над Этим А Кто Да Женщина Последняя Тварь А Почему Потому Больше Ничего Не Творил Но Это Все Разговор Как Важнее Поэтому Бог Поставил Головой Голова Важнее Руку Отсечь Еще Можно Жить Ногу А Без Головы Никуда А Жена Другая Говорит А Куда Шея Скажет Туда Голова И Повернется Так А Шея К чему Относится К телу А Шея Кто Приказывает Голова Приказывает Мозги Где В ухе Или Где Где Здесь В любом Варианте Все Божественное Чудно И Дивно И Ему Какие Имена Даются Князь Вечности Отец Вечности Ну Вот Все Что Я Хотел Сказать Чтобы На Сегодняшний День Пойдем Домой И Поразмышляю Четырех Заповедей И Свидетельствовали Чтобы Люди Которые Будут Обращаться Услышали Наш Радостный Возглас Я Христианин И Православный Я Если Был Баптист Мне кажется Никогда Б людям Не Сказал Что Я Баптист Зато Мне Казалось Это Стыдно Сказать А Православный Так Свободно Мы Были Среди Католиков Среди Мусульман И Везде Говорим Мы Православные Христиане Православные Никаких Выдумок Здесь Нету А У нас Выдумок Больше Всего Есть Как Раз Так Мы Дожди Показать Чистое Библию Кто Канон Отобрал Православные На собор Кто перевел Православные И что интересно Православные В интернете Везде Подписываются Православные А сектанты Разные Везде Христианин Александр Христианин Владимир Христианин Я уже знаю Это элитик Какой-то Слово Христианин Златоуст Говорит Постой Звук Для многих Вводящий Других В заблуждение Православные Это уже четко Это человек Который На икону Худова не скажет Священство Почитает И знает Что Каноны Есть Толкование Святых Отцов Что у нас Самое ценное Богу Слава Аминь Спасибо Я сегодня Пуговку Нашел Если никто Не найдется Хозяин Я ее Заберу Завтра Пуговка Посмотри Какая А кто-то Спрашивал Нет Он же Христов Небесное Согласно Дальше